Я смотрела каждый продукт, каждую коробочку, я открывала все, я наносила на себя Все такие, о, может, я тоже обожаю Корею Что такое быть в сетевом первом? Ради чего вы все это делаете? Для будущих работодателей Всем привет! Меня зовут Анастасия Ли Я родилась в городе во Владивостоке В Владивостоке, это Россия, Дальний Восток, Приморский край На сегодняшний момент, это как для истории пишем На сегодняшний момент мне 33 года, полтора года я занимаюсь Атоми Это продвижение, это реклама, это драйв Действительно, это то, что меня настолько захватило Я никогда не думала, что я найду что-то такое в жизни, что мне будет нравиться со всех сторон Никогда в жизни я не выступала на публику более чем 2 человека Но, когда Атоми пришло в мою жизнь, друзья мои И мое первое выступление на публику 400 человек Вот это был кайф Я поняла, что это то, что мне нравится И этим адреналином я потом жила еще несколько дней Потому что я поняла, что да, мне это нравится, мне это в кайф Я хочу этим заниматься Так вот, за мои 33 года это мой первый успешный и такой классный проект Первый сетевой, в который я в принципе вошла и вошла с головой прям Потому что ранее были какие-то, поступали какие-то предложения Потому что компаний подобных МЛМ, их очень много Но ни одна не смогла зацепить меня И для того, чтобы принять решение, знаете, наверное, так глубоко Я раньше никогда не задумывалась о чем-то Я полетела в Корею Меня пригласили в Корею, я полетела на 10 дней И что вы думаете я делала? Я пришла в офис Я смотрела каждый продукт, каждую коробочку Я открывала все, я наносила на себя Я пробовала на вкус Я взвешивала каждую коробку для того, чтобы понять Сколько будет стоить доставка для моих клиентов Для моих партнеров Потому что когда я начала, это был сентябрь 2018 года Компании Атоми официально еще не было в России И зашла она буквально в декабре, через несколько месяцев Но первые два месяца я не сидела сложа руки Потому что я понимала Если я в теме, мне нужен товар Мне нужно что-то показать людям И через 10 дней после того, как я прилетела Я привезла, во-первых, с собой 100 килограмм продукта И сделала свою первую презентацию На которую пришло 25 человек Я была счастлива Моими помощниками, людьми, которые меня поддержали Были, несомненно, муж, моя мама и моя сестра Которые помогали мне на первой презентации Я кормила всех лапшой Я давала всем химохим, витамины, бады В общем, люди ушли от меня сытые и довольные Еще и с красивыми лицами Потому что я делала всем уход сразу Это вечернее течение и абсолют Которые я обожаю до сих пор и пользуюсь Вот, так начался мой бизнес в Сатоме И продолжается Сейчас я уже Шаронская роза Это третий уровень, третья квалификация Из семи За полтора года, в принципе, я оцениваю себя И свой результат как Очень даже неплохой И вы слышали когда-нибудь про Голубой океан? Это очень классная книга Которая говорит о том, что Плюй на конкуренцию Нет конкуренции Давайте делать не кровавый океан А голубой чистый океан Когда нет конкурентов И в начале, когда это гонка Вы понимаете, да? Что такое быть в сетевом первом? И сейчас, кто даже сейчас заходит Это один процент Всего один процент из людей Всего земного шара Которые знают, что такое атомия У вас есть огромная возможность Сейчас начать со мной И быть в этом одном проценте Население земли Так вот, ребят Сначала вот эта конкуренция Поглощала меня Мне хотелось делать больше Быстрее, сильнее Но сейчас я понимаю У каждого своя скорость И ты волен выбирать Те ходы, которые ты считаешь Нужными, важными И морально для тебя ценными Потому что бежать по головам Вырезать своих конкурентов Это, наверное, где-то в 90-х Должно было остаться Поэтому я знаю, что есть успешные люди В других структурах Я их очень уважаю Я многих знаю лично И при этом я пытаюсь жить вне конкуренции Потому что, опять же, у каждого свой путь У меня путь такой И если человек другой делает там в миллионы раз Больше энергии, затрачивает что-то там делать Но это моя жизнь И я не проживу его жизнь А он не проживет мою У меня есть семья У меня есть двое замечательных детей У меня есть муж Которые тоже имеют место быть в моей жизни Я не могу взять и откинуть все Забыть про все и окунуться в бизнес Конечно, наверное, я достигну империал-мастера За три года Но стоит ли оно того? Ради чего вы все это делаете? Ради чего делаю это я? Для меня в первую очередь деньги это что? Это не деньги в мешках, которые лежат у меня за диваном Это комфорт жизни Ради комфорта жизни моей семьи я это сейчас все делаю Я хочу, чтобы мой муж, когда он устанет Сейчас полностью финансовое обеспечение полностью лежит на его плечах Но я понимаю, что человек не может всю жизнь работать как машина И поэтому в определенный момент я готова его заменить И базу, фундамент для этого сейчас мы вместе с ним готовим Я знаю, что это мое Я знаю свою цель Я знаю, что я к ней приду И мой муж меня в этом полностью поддерживает Что вам еще рассказать? Давайте я вам расскажу, где я училась Училась я во Владивостоке Это был тогда еще ДВГУ Сейчас ДВФУ Переименовали его в федеральный Я закончила факультет экономика Кореи Я знаю корейский язык В принципе, я свободно разговариваю Переписка, читаю Для будущих работодателей Да Также я знаю английский Здесь у меня два диплома Я переводчик английского и корейского языков В принципе, на английском тоже я свободна Веду переписочку со всеми своими контрагентами И бизнес-партнерами Неоднократно была в Корее Обожаю эту страну Обожаю еду Обожаю шопинг там В общем, все корейское я обожаю, как, наверное, 90% россиян Почему, когда вот мне предложили о томе Я задумалась, стоит ли этим заняться или нет Потому что Вот буквально это волшебное слово Корея Когда ты говоришь человеку О, у меня корейский шампунь Все такие О, слушай, я тоже обожаю Корею А маски есть? Маска Есть И при этом цена Подарок Друзья Вот это волшебное слово Корея Для многих оно значит многое Большое нечто Да, классное Это всегда качество Это всегда премиум Это, наверное, одна из причин Почему я решила попробовать о томе И я не ошиблась Если вы сейчас также начнете со мной С этого момента Я думаю, что мы с вами сделаем многое И мы добьемся нашего с вами успеха Но у каждого своя скорость Потому что начинали мы в одно время с многими Но кто-то пошел дальше Кто-то догоняет Но это не говорит о том, что вам нужно сейчас Все бросить Все, у меня не получается Все ушли вперед, а я остался Нет Понимаете? Сетевой он любит терпеливых Вы все равно к этому придете Вы придете к своему успеху Знаете, картинка в интернете есть Человек такой роет землю Роет, роет, роет Все, у него руки опустились И он уходит И показано на картинке, что Еще полметра И там золото, бриллианты Понимаете? Вот то же самое про сетевой Если ты пошел по этому пути Просто не сходи с него Просто иди и делай Иди и делай Я всегда хотела быть миллионером Вот честно Я всегда думала Блин, я такая талантливая Такая замечательная Почему у меня нет миллионов? Почему? Я умею разговаривать Мне нравится общаться с людьми Как из этого сделать деньги? Как? Вот оно пришло Атоме Если ты всегда чего-то хочешь Оно придет к тебе В определенное время Когда ты будешь к этому готов И сейчас я под Атоме Подразумеваю инструмент Вот мне дали в руки инструмент Готовый продукт Готовый бизнес Иди и делай Спроси делать как Вот оно тебе Вот есть все Понимаете? Когда человек говорит У меня зарплата маленькая И жизнь мне не мила И вообще все плохо А что ты сделал для того Чтобы улучшить свою жизнь? Насколько ты Порыл вокруг себя информацию? Даже когда ко мне приходит Человек и говорит У меня зарплата маленькая Я хочу попробовать Окей Я говорю Я готова У нас три учебных дня Онлайн Семинары Приложения Зум Мы проводим Три раза в неделю Человек ни на один не пришел Он хочет работать? Мне кажется Что он не хочет работать Он вообще ничего не хочет Я вот она Я готова делиться Я начала полтора года назад Я могу рассказать Все свои ошибки Все свои достижения Как Через что я прошла Кто мне помог Как строится бизнес Я открыта Но если человек не хочет Принимать мою информацию Ну извините Я не могу залезть ему в голову И вставить свои мозги Не могу Если у человека нет Элементарного желания Познать Никто ему не поможет Ребят На этой ноте Я закончу рассказ о себе Если у вас есть что спросить Пишите мне